В Новополоцке горячее питание для обучающихся практически всех учреждений образования города обеспечивает гостиничный комплекс Новополоцк. Охват немалый, два учреждения среднеспециального образования, два корпуса Полоцкого госуниверситета и еще 14 школ. В большинстве качеством горячего питания довольны и родители, и учащиеся. Так, сегодня в меню 14 школы запеканка с шоколадной подливой. Это, к слову, одно из любимых блюд учеников. Мне нравится, как в нашей школе кормят. Моё самое любимое блюдо – запеканка с шоколадом. Моё самое любимое блюдо – это запеканка с шоколадом. И, ну, отличается ли я от домашней еды? Ну, не очень даже, скажу честно. Но так же вкусно, как и дома. Мне нравится в столовой кушать. Моя самая любимая еда, когда нам давали макароны с агрессором. Отличается, ну, еда тут практически ни с чем, что дома. Ежедневно для 9 тысяч школьников работники гостиничного комплекса «Новополоск» готовят завтраки и обеды. Из них более 4 тысяч обеспечены льготным питанием. В приготовлении блюд ставка, предусловно, на здоровую еду. В обязательном порядке разрабатывается двухнедельное меню, которое проходит гигиеническую экспертизу санитарными службами. И гигиеническое меню составляется по принципу именно сбалансированности питания. То есть в обязательном порядке ребёнок должен получать определённое количество жиров, белков, углеводов. То есть, как правило, во взрослом возрасте мы уже говорим о правильном питании. И начинаем задумываться, что, наверное, что-то мы, где-то у нас какой-то дисбаланс, и мы употребляем чего-то больше, чего-то меньше. И, соответственно, наверное, это очень сильно влияет на наше здоровье. Однако сегодня современные реалии преподносят свои сложности. В связи с ростом цен соблюдать натуральную норму становится затруднительно. Это и другие проблемы в центре внимания депутатов. Есть проблемы заключения договоров на поставку продукции. Есть проблемы кадровые. Есть проблемы материальной базы. Поэтому сегодня мы обсудим. Да, мы держим марку нашего питания Новополоцка. Мы одни из лучших по питанию, по охвату питанием. Но, тем не менее, учитывая сейчас сложные ситуации, рост цен на продукты. Ну и, конечно, нам надо удержать качество и процент охвата, что это очень важно. Стоит отметить, что в этом учебном году жалоб на качество организации питания в городской совет депутатов не поступало. Однако накануне в сети интернет появилось видео. По версии автора, снято в первой школе Новополоцка. Пользователи социальной сети отмечают неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений учреждения образования. Таких обращений к нам не поступало. Все обращения, которые у нас есть, во-первых, все помещения, которые мы используем для приготовления пищи, мы арендуем у школьных учебных заведений. В школьных учебных заведениях всегда проводится дезинфекция, дезинфекция помещения. Поэтому таких обращений ко мне не поступало. Все проблемные вопросы озвучены в ходе президиума городского совета депутатов и совместно будут решаться по возможности в кратчайшие сроки. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».